Раньше, как вы понимаете, это все была гора, здесь не было этого храма, это была обычная, самая простая гора. Сейчас здесь все облагородили, и вот такая лестница ведет на самую вершину Голгофа. Я хочу предупредить, я не знаю, смогу ли я там что-то говорить, потому что это самое скорбное место на земле, именно там на вершине распяли Христа. Если буду молчать и просто показывать вам, прошу прощения заранее. Но если я смогу что-то сказать, то обязательно поделюсь с вами своими ощущениями и эмоциями. Сегодня распятие возвышается над открытым престолом, а под ним помещен серебряный диск с отверстием в середине, обозначающим место, куда был вставлен крест. Вот отсюда начинается очередь, которая ведет непосредственно к тому месту, где был распят Христос. А что дает вот то, что я прикоснусь к горе? Смотрите, по большому счету, вот видите это место? Да. Это место прибивания к Христу. Это даже не подходит, и люди нет. Это место, где прибили? Да. Христа к Христу? Да. Даже не знаю. А почему же они не... Сейчас я своим зрителям скажу, что вот именно вот на этом месте, многие не знают, что именно на этом месте Христа прибивали к Христу. Здесь стояла Святая Мария, когда Христа снимали с Христа. Вот именно в этом месте она стояла. Ну, не вот, прямо здесь, но вот, если представить, убрать культурный слой, то это именно здесь находилось. Ну, вот так вот, дорогие друзья. Шепотом поговорили, я очень много информации. Это что здесь? Это Голгоф, это вот именно есть гора Голгофа, да, сама Голгофа, да. А вот там, соответственно, место, вот прям, куда ее можно руку просунуть и дотронуться до того места, где... И потрогать ее прям. Ну, вот, друзья, я и дошел до самого скормного места. Вот туда можно опустить руку. Вот я сейчас трогаю Голгофу. Вот я сейчас прям трогаю то место, где распяли Христа. Ощущения, которые испытываешь, невозможно передать словами. Прошли тысячи лет, давно перестроен храм. Многие подлинные артефакты обновили или вообще заменили. Время разрушает и камень, и дерево, но оно не меняет чувств боли за Спасителя и благоговения перед Его смирением на кресте. Господи Иисусе, моли Богу о нас. Моли Богу о нас. Ладно, пойдемте дальше. В тот момент, когда Спаситель умер на кресте, случилось страшное землетрясение, и Голгофская скала треснула. Трещину можно видеть и сейчас. Под скалой распятия Спасителя в наши дни устроен предел Адамовой главы. По-другому его называют еще предел Мелхиседека. Это один из царей Святой Земли. По преданию, он распорядился перенести для погребения под Голгофой кости и череп праотца всего человечества Адама. Это было задолго до казни Спасителя. Это предел Адама. Соответственно, вот это все Голгофа. Все, что мы видим. Вот там даже видно трещину, которая образовалась после того, как Христа распяли. Кровь Христа через эту трещину попала на останки Адама. И так, и в образом, и в буквальном смысле омыла грех прародителя всех людей.